В начале прошлого года был опубликован список самых опасных бактерий, которые оказывают наибольшее сопротивление антибиотикам. Их разделили на три уровня – критический, высокий и средний. Каждая из этих бактерий встречается в обычной жизни и может представлять угрозу для любого из нас. Вы на канале Дано. В этом видео мы расскажем, какие бактерии научное сообщество считает самыми опасными, какие заболевания они вызывают и какие последствия ждут тех, кто будет заражен. В третью категорию со средним уровнем угрозы вошли бактерии, способные противостоять антибиотикам широкого спектра действия. Для борьбы с ними врачи назначают специальные схемы из препаратов, которым бактерии сохраняют чувствительность. На десятом месте – пневмокок. Существует более 90 типов пневмококов, но только 23 из них вызывают серьезные заболевания, такие как гнойный менингит, средний отит, сепсис, бронхит, синусит и пневмонию у детей и взрослых. Инфекция передается воздушно-капельным путем, например, при кашле, чихании или тесном контакте. Самый высокий риск заражения регистрируют у детей до 5 лет и у пожилых людей старше 65 лет. Именно у этих возрастных групп инфекция чаще всего вызывает осложнения. В случае развития заражения крови пневмококовой инфекцией риск летального исхода составляет 50%, а это немало. В последние годы растет устойчивость пневмококов к антибиотикам. О том, что такое устойчивость к антибиотикам и чем это опасно для людей, мы рассказывали в предыдущем ролике. Самая высокая антибиотикорезистентность пневмококов отмечена в Азии. Там она составляет 47%, а самая низкая – в развитых странах Европы – Германии, Исландии и Нидерландах. На девятом месте шигела – бактерия, вызывающая дизентерию. В медицине известно около 40 видов шигелы. Попадая в кишечник, бактерии вырабатывают токсины, которые вызывают развитие заболевания в течение суток. Всего 200 живых клеток этой бактерии достаточно для заражения. Заразиться шигелой можно через загрязненную воду, предметы гигиены и быта. Ее также переносят мухи и тараканы. Пик заболеваемости приходится на теплое время года, и основной угрозой бактерии становится для людей с недостаточно ежедневной и пищевой гигиеной и плохими санитарными условиями жизни. В зоне риска дети и люди с ослабленным иммунитетом. Но есть и хорошая новость. В современном мире заболевания успешно лечат, и осложнения развиваются только при особо тяжелом течении заболевания. А мы перейдем ко второй категории. В нее попали бактерии, вызывающие тяжелые респираторные заболевания, гонорею и заболевания желудочно-кишечного тракта. Восьмое место занимает золотистый стафилококк. Бактерия, носителями которой является более 35% населения планеты. Стафилококк долгое время остается на коже и слизистых оболочках. У детей до 5 лет обнаруживается носительство в 40-50% случаев, у взрослых в 20%. Стафилококк легко передается от человека к человеку и вызывает целый спектр заболеваний кожи, мягких тканей, внутренних органов, суставов, а также абсцессы и респираторные заболевания. Он возглавляет список бактерий, которыми чаще всего заражаются пациенты стационаров и часто становится причиной после операционных инфекций. В мире ежегодно регистрируют миллионы случаев заражения золотистым стафилококком. Многие заканчиваются летальным исходом. Золотистый стафилококк сумел развить высокий уровень резистентности к самым разным группам антибиотиков. Это стало поводом для поиска новых путей лечения. Сегодня заболевания, вызванные стафилококком, лечат бактериофагами, вирусами, которые уничтожают бактерии, попадая в организм человека. На седьмом месте бактерия хеликобактер пилори – спиралевидная бактерия, которая поражает разные отделы желудка и 12-перстной кишки. Именно она ответственна за развитие подавляющего большинства гастритов, язвенных болезней, дуаденитов и других заболеваний желудка. Ученые предполагают, что до 70% населения Земли являются носителями бактерии, но в большинстве случаев это носительство бессимптомно. Самый высокий уровень заражения в странах третьего мира. Самый низкий – в США, Европе и Австралии. Заразиться бактерией хеликобактер нетрудно. Она передается при поцелуях, использовании общих столовых приборов и посуды, а также при чистке зубов общей зубной щеткой. Опасность хеликобактер пилори заключается в том, что она вызывает язвенные болезни, которые могут закончиться перфорацией язв, и нередко приводит к атрофическим гастритам с повышенным риском развития рака желудка. Кроме того, бактерия быстро преодолевает порог чувствительности к применяемым антибиотикам, из-за чего врачи вынуждены назначать пациентам сложные схемы из четырех и более препаратов. На шестом месте бактерия компилобактер. Она вызывает острое инфекционное заболевание гастроэнтерит с поражением органов ЖКТ. А у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом может вызвать септический процесс, что нередко приводит к летальному исходу. Ежегодно компилобактериозом болеет каждый десятый человек в мире. Болезнь передается человеку после контакта с животными или при недостаточной термической обработке продуктов животного происхождения. Среди осложнений заболевания – заражение крови, панкреатит, гепатит, а у беременных возможен выкидыш. Никакой специфической профилактики заболевания на данный момент нет, но многие страны принимают меры по снижению распространения заболевания. Сальмонелла, занявшая пятое место, попадает в организм через плохо помытые или недостаточно термически обработанные продукты питания, а также через загрязненную воду. Она прикрепляется к стенкам, выстилающим кишечник, и вызывает лихорадку, диарею, рвоту и спазмы у зараженных людей. Болезнь длится от 3 до 7 дней и для большинства людей не представляет особой угрозы. Почему же она тогда попала в список? Потому что заражение сальмонеллы в мире велико. Ежегодно заболевает более 500 миллионов человек. Смертность составляет около 1%, а это 5 миллионов человек. И в основной группе риска – грудные дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями. Им может потребоваться противомикробная терапия. 70% вспышек сальмонеллеза случаются в стационарах и домах престарелых, и только 30% в других условиях. На четвертом месте – гонокок или нейсерии гонореи. Бактерия, вызывающая венерическое заболевание гонорею – гнойную инфекцию слизистых оболочек. Гонококи невероятно устойчивы внутри носителя и быстро вырабатывают резистентность к классическим антибиотикам. При этом они моментально погибают в мыльной воде или при нагревании до 40-45 градусов. Сейчас растет количество штаммов гонокока, вырабатывающих фермент, способные расщеплять пенициллин. А в случае присоединения гонореи трихомоназа гонококи приобретают дополнительную защиту, так как трихомонады поглощают их и делают недоступными для антибиотиков. У 10% мужчин и 80% женщин заболевание протекает бессимптомно, то есть человек может быть носителем и не знать об этом. Лечение же сложное и не всегда успешное. Врачи используют антибиотики третьего поколения в сочетании с другими препаратами, чтобы повысить эффективность лечения. И теперь настало время перейти к первой категории. Сюда попали бактерии, вызывающие смертельные инфекции и способные противостоять даже самым сильным антибиотикам последнего поколения. Это те, кто претендует на звание супербактерий. Третье место заняла синегнойная палочка. Она вызывает множество тяжелых внутрибольничных инфекций, особенно у пациентов на искусственной вентиляции легких, пациентов с ожогами и ослабленным иммунитетом. В отдельной группе риска ВИЧ-инфицированные и пациенты с муковисцидозом. У них есть риск заболеть вне больничной формы инфекции. В больницах бактерия присутствует на медицинских инструментах, в раковинах и асептических растворах. Синегнойная палочка способна поражать разные органы – кожу и подкожную ткань, кости, уши и глаза, мочевыводящие пути, легкие и сердце. Развитие инфекции в любом органе может стать смертельно опасным для человека и вызвать осложнения, с которыми врачи не смогут справиться даже самыми современными методами. Одним из первых симптомов становится заражение крови. К счастью, не все штаммы синегнойной палочки смогли развить множественную антибиотикорезистентность, поэтому врачи борются с ней с помощью современных антибиотиков. Пусть терапия и не всегда успешна. На втором месте – оценитобактер Баумана. Это еще один возбудитель тяжелых больничных инфекций с множественными механизмами резистентности к антибиотикам. Бактерии колонизируют желудочно-кишечный тракт, носа и ротоглотку, слизистые оболочки глаза, кожу и мочеполовые органы и вызывают огромное количество заболеваний от мененгита до перитонита. Кроме того, это основной возбудитель раневых инфекций. За пять лет некоторые штаммы оценитобактер Баумана смогли развить резистентность ко всем применяемым в мире антибиотикам, и связано это в первую очередь с необоснованным и неограниченным использованием антибиотиков внутри стационаров. Для здорового человека бактерия не вызывает высоких рисков заражения, но для тех, у кого снижен иммунитет, у больных диабетом и заболеваниями легких, оценитобактер может быть смертельно опасна. В стационарах до 100% инфекций, вызванных бактерий, развивается в отделениях реанимации и интенсивной терапии для взрослых и новорожденных, а также в ожоговых, хирургических, онкологических и гематологических отделениях. На сегодняшний день лишь многосоставные схемы из разных классов антибиотиков позволяют победить штаммы оценитобактер Баумана, но мы уже не успеваем за той скоростью, с которой бактерия развивает резистентность. И первое место занимают энтеробактерии. Это крупная группа бактерий, которая присутствует в кишечной флоре и относится к условно-патогенным. Однако в организме с ослабленным иммунитетом она начинает бесконтрольно размножаться, вызывая целое разнообразие инфекций, пневмонию, заражение крови, септический артрит, кожные, мочеполовые, хирургические, офтальмологические, катетерные инфекции и быстро прогрессирует до абсцесса и сепсиса. Некоторые штаммы энтеробактерий устойчивы к антибиотикам, включая антибиотики последнего резерва, например, карбопинемы. Смертность от инфекций, вызванных энтеробактериями по всему миру, колеблется от 15 до 87%. В некоторых случаях человеку остается надеяться только на собственный иммунитет. Возможно, у вас возникнет вопрос, почему сюда не попали палочка Коха и столбнячная палочка Клостридиум, потому что сегодня человечество успешно борется с ними посредством вакцинации и эффективных антибиотиков. Многие бактерии, уносившие миллионы жизней пару сотен лет назад, сегодня не представляют для человека серьезные угрозы. Главное вовремя обратиться к врачу, если у вас появились симптомы любого заболевания. Мы также хотим обратить внимание на то, что супербактерии появляются именно в больницах и стационарах. И нередко случается, что человек, оказавшийся на операционном столе в тяжелом состоянии, погибает не от основной болезни, а от заражения бактериями, которых невозможно победить антибиотиками. Долгие годы мы слишком безалаберно и невнимательно относились к приему антибиотиков. Но сегодня у нас есть шанс это исправить. Пишите в комментариях, напугал ли вас список самых опасных бактерий и сталкивались ли вы с ними в течение жизни. И не забудьте подписаться на канал, чтобы получать оповещения о наших новых выпусках. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok